После ухода с полуострова украинских банков крымчане оказались перед выбором, возвращать взятые в них кредиты или нет. С одной стороны, желание отомстить украинским банкам за невыполнение обязательств перед вкладчиками. С другой, чувство долга и страх потерять имущество. Решение каждый должен принимать самостоятельно. Дарья сделала выбор в пользу чистой совести. В конце декабря, даже без предупреждения, Альфа-банк перестал получать вообще какие-либо платежи. Я заходила на сайт, смотрела, там даже моих данных не было указано, и по договору никакой информации не было. Через два месяца мне пришло письмо от кредитных инициатив, что мой кредит переуступлен другому сообществу. По данным, указанным на конверте, компания зарегистрирована в Москве. Однако в письме, пришедшем на имя девушки, все данные на украинском языке, а суммы долга в гривнах. К тому же начислена пеня за просрочку. Звонила я в эту кредитную инициативу, чтобы узнать, что мне делать дальше, что это за ситуация. Мне сказали, девушка, пока базы данных нет, пока ничего не платите, когда будет база данных, мы вам позвоним. Никто мне так и не звонил. И что делать в данной ситуации, я не знаю, потому что пеня начисляется. Пока у севастопольцев практически нет вариантов погашения долгов по кредитам украинским банкам, даже при желании. Украина запрещает своим организациям вести дела с российскими банками, работающими на полуострове, устанавливать с ними корреспондентские отношения и проводить платежи. В настоящий момент нам не встречались законные схемы переуступки право-требования с украинского банка на российское юридическое лицо. Все, что сейчас делается, разрабатывается с целью обхода закона, с целью обхода нормативно-правовых актов Российской Федерации, с целью обхода постановления национального банка Украины о запрете банкам Украины вести какую-либо деятельность в Крыму и городе Севастополе. Заемщик, в свою очередь, который желает погасить кредит, должен это сделать в Севастополе. Кредит он брал в Севастополе, поэтому банк обязан создать ему условия для надлежащего исполнения договора. С точки зрения законной процедуры, к которой может обратиться банк по взысканию кредита, это только судебная процедура. По взысканию конкретного заемщика по конкретным договорам. Юристы советуют дисциплинированному заемщику письменно уведомить украинский банк о желании погашать кредит. Однако финансово-кредитное учреждение обязано создать надлежащие условия с выдачей соответствующих документов. Это убережет от дальнейшего использования ситуации в мошеннических схемах. Подобные письма и уведомления банкам докажут суду, что просрочки не было. И ответственности за просрочку выполнения обязательств у заемщика нет. Тем самым снимет проблемы по штрафным санкциям, лишним процентам и подобным ситуациям. В официальном письме начальника Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, опубликованном в августе 2010 года, коллекторские агентства названы вне закона. Гражданским кодексом Российской Федерации передача информации о банковских счетах третьим лицам запрещена. Однако коллекторы продолжают донимать севастопольцев, угрожая описью имущества и другими преследованиями. Необходимо обратиться в орган Роспотребнадзора с соответствующей жалобой. В случае, если вам поступают угрозы относительно физической неприкосновенности, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о вымогательстве. В случае, если вы это сделаете, данные лица должны быть привлечены к ответственности. Долги все же придется отдавать. Но лишь после того, как между Российской Федерацией и Украиной будет достигнуто соответствующее межгосударственное соглашение.